Уважаемые коллеги, рад приветствовать, рад предоставившейся возможности выступить на этой конференции. В своем докладе я расскажу о том, как использовать Symfony Task, задачи пакетной обработки. Что это могут быть за задачи? Например, это может быть экспорт или импорт каких-то данных сайта, либо какие-то пересчеты, калькуляция, составление отчетов. Ну, например, если у вас есть интернет-магазин, то вам потребуется, например, добавлять описание товаров, обновлять их количество, наличие, цены и прочие характеристики. При помощи Symfony Task это и можно сделать. Сначала небольшая история с моим местом работы. Весной этого года техническим директором компании IT-бизнес Антоном Коваленко, он зарегистрировался в конференции, но в зале я его не вижу. При модернизации сайта 003.ru была поставлена задача освоить возможности быстрой разработки скриптов для пакетной обработки. Ну, именно первостепенной задачей была реализация обновления товаров для витрины. То есть дело было так, к нам периодически в папку отмена из стороннего сервиса приходили файлы с XML-описаниями, в нем содержались характеристики, картинка товара. И нужно было парсить XML и все эти данные раскладывать в базу, генерировать HTML-шаблон для быстрой вставки. И для этого нужно было реализовать скрипт. И он был реализован как раз при помощи Symfony Task. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми знаниями и опытом использования Symfony Task. Сначала мы посмотрим, как создавать задачи, как их конфигурировать, как передавать в задачу параметры. Рассмотрим, как использовать то, что уже есть, предоставляет Symfony Task. И потом посмотрим, что можно улучшить, что можно добавить. Итак, поехали, перейдем к практическому использованию. У нас ждет командная строчка, код. Для примеров был выбран и установлен sandbox версии 1.4. Сначала мы зайдем в консоль и глянем на список задач, которые предоставляет Symfony. В этом списке красным цветом отмечен namespace задач, а зеленым сами задачи. По умолчанию это все задачи Symfony и задачи плагина, плюс еще те задачи, которые мы создаем сами. Давайте создадим нашу тестовую задачу. Для создания Symfony есть вспомогательный инструмент, который генерирует класс задачи. Что нужно сделать для генерации задачи? Минимум задать имя задачи и пожелание namespace. Также дополнительно мы можем выбрать папку, куда поместить файл задачи. Это, собственно, непринципиально выбрать модель базы данных, которую будем использовать, доктрину или пробел, задать пожелание еще дополнительные параметры, например, краткое описание задачи. Зададим namespace нашей задачи, conf 2010, а имя пусть будет киев. И выполним команду создания генерации задачи. Как видим, создалась папка и файл задачи. В этом файле содержится класс, расширяющий класс, базовый класс задач Symfony. И в нем два метода будет – конфигурации и исполнения. Ну, здесь показаны свернутые методы. Вот они в развернутом виде. В методе исполнения задачи, как видим, уже у нас есть строчки инициализации работы с базой данных. И, собственно говоря, в execute передается потом управление при вызове задачи. Ну, сделаем, чтобы задача выводила приветствие. Добавим небольшой код. И как запускать задачу из командной строки? Мы пишем namespace и имя задачи. Ну, собственно говоря, как все задачи в Symfony и выполняются. Теперь посмотрим на метод конфигурации задачи. Значит, задается namespace, имя. Зададим краткое описание задачи. И также мы можем создать детальное описание. Краткое описание вводится в списке задач. Детальное описание в помощи по задаче. В детальном описании мы можем использовать теги для форматирования, цветного форматирования в командной строке. Вот так это будет выглядеть. Вот так вот запускается задача и такую помощь она вводит. Также мы можем задать alias для задачи, краткое имя в массив. Передаем все возможные, которые мы хотим. Краткие имена и можем использовать простой вызов. Вот такой. Ну вот, мы видим здесь, что оно отмечено, alias задачи. Следующий вопрос — это передача в задачу параметров. Передаются аргументы и опции. Они конфигурируются при помощи в методе configuration, при помощи методов addOptions и addArguments. И эти при запуске задачи сами опции попадают в метод execute. Добавим, например, вывод дампа аргументов. И сконфигурировав, добавим аргумент в задачу, например, myArgument. У нас есть три типа опции для аргументов. Может быть аргумент обязательный, опциональный. И из array это можно перемешивать типы, то есть добавлять обязательный и массив, например, или опциональный и массив. Вот таким образом мы добавляем опции и вводим их при исполнении задачи в дамп. Ну вот здесь добавлено, значит, теперь переходим к опциям. Опции гораздо удобнее аргументов, потому что при задании аргументов нам нужно точно знать позицию, чтобы передать значение в какую-то переменную задачу. А при помощи опции мы можем через знак равно задавать значение этой опции. Теперь перейдем к тому, что мы имеем при генерации в сгенерированном файле задачи. Значит, у нас есть настроенный коннект, будет вывод на консоль значений, возможность интерактивный режим консоли, ну и так далее по списку. Работа с BD, с базой данных мы можем указать environment, среду для подключения к базе данных. То есть, например, на разработке мы можем указать environment.dev, для боевого сервера мы можем использовать production, другую настройку. Задаются эти настройки в файле config.database.uml. Ну, собственно говоря, здесь ничего необычного, как все в Symfony стандартно. Вывод на консоль. Значит, у нас есть в задаче метод logSection, он вводит ошибки и позволяет их отнести к тем или иным секциям для удобного логического оформления. Вот, и мы можем, значит, задать стиль вывода на консоль. Консоль поддерживается либо цветной режим, либо это может быть черно-белый для Windows консоли, если у нас Windows Symfony определяет это автоматически. Вот, и можем также задавать логические блоки, вводить на консоль. Интерактивная консоль предлагает нам три варианта. Значит, первое — это вывод, подтверждение. Ну, то есть стандартный запрос «да», «нет». Второй вариант — это ввод какого-либо значения. То есть вот здесь у нас будут мигать курсоры, запросится значение, и после ввода оно передастся в задачу. И третий вариант — продвинутый ввод с использованием валидатора. После ввода значения оно будет проверено в соответствии с валидатором, и если не удовлетворяет валидации, будет выведен повторный запрос. Количество запросов мы можем указать, сколько раз, например, запрашивать, вводить запрос. И по умолчанию, после исчерпания лимита этих запросов, задача, если не получит желаемый параметр, она завершится. Значит, еще в задачах есть возможность запускать другие задачи, например, очистку кэша или любую другую задачу, которую нам потребуется. Также мы можем передавать задачу в аргументы и опции. Еще у нас есть возможность отправлять почту в методе базовом Symfony SFBaseTask есть метод GetMailer, он возвращает указатель почтового отправления. Используется версия 1.4, SwiftMailer, класс. Мы задаем письмо и, собственно, отправляем его. И мы можем также сконфигурировать настройки SwiftMailer, используя директорию. По умолчанию она есть в папке config самого фреймворка Symfony. Но по умолчанию мы можем заменить эти настройки своими собственными, указав в своей ветке проекта config.factory.suml этот файл и настроить этот милер. Плагины мы можем также подключать, отключать плагины и их использовать. Теперь перейдем к вопросу о том, что мы можем улучшить задачи. Чего не хватает для полноценной работы. Неплохо было бы иметь загрузку настроек для каждой сдачи и также добавить введение лога. Для этого мы и будем расширять Symfony класс базовый. Определим. Зайдем в настройку проекта и зададим две директории, две настройки конфигурации, в папке, куда мы будем складывать логи и где у нас будут настройки. Определим эти папки. Дальше, значит, мы получаем конфигурацию, добавляем метод load config for task в наш расширенный класс для sf-based task. Значит, это у нас строка, получаем имя файла и путь к нему, проверим, существует ли он. И дальше у нас есть интересная симфонийская, симфонийский класс define environment config handler. Он позволяет получить конфигурацию в зависимости от среды разработки, которую мы укажем. Например, если на 9, то у нас соответствующие будут настройки из файла для разработки, для продакшена свои. Вот это здесь и показано. Теперь настройки у нас есть. Нужно добавить отслеживание. Неплохо было бы иметь возможность писать сообщения на консоль, выводить их, также записывать файл и отсылать на почте, по почте. И делать это желательно, вызывая в скрипте один метод, и так, чтобы все эти сообщения реплицировались на все три лога. Добавим в наш расширенный, расширяющий класс sf-based task метод инициализации логирования. Получаем в первой строке путь и на файла к логу. Задаем файловый логер сначала, потом задаем консольный логер и почтовый логер. Логер использован собственный, так как Symfony не предоставляет такой возможности отправки лога на почту. Но его несложно написать, используя класс sf-varlog, стандартный симфонийский класс, в который пишется сообщение лога. И теперь мы установим для каждого логера свой уровень сообщений об ошибке. То есть на консоль у нас будут выводиться все сообщения, включая, например, debug. В файл у нас будут писаться только сообщения информационные, которые нужны для отслеживания работы скрипта, правильной работы. И на почту, например, зададим уровень такой, что нам будут отсылаться только ошибки или критические предупреждения. Теперь при помощи класса obligateLogger мы сводим все логеры к одному. То есть у нас получается один указатель и в задаче мы его будем использовать вот таким вот образом. Ну и таким образом мы получили, что у нас есть конфигурация, у нас есть логирование. И в заключении перечислим, что позволяет сделать задачи Symfony. Во-первых, мы получаем готовую среду для разработки. Нам не нужно начинать с того, как заботиться о том, как передавать параметры, заботиться об организации настроек скрипта, организовывать коннект базе и других многих вещах, без которых не обойтись в консольных задачах, в задачах бача. Во-вторых, мы можем использовать в задаче компоненты, которые уже были написаны для Symfony, как свои собственные, так и плагины или какие-то методы написанных модулей. То есть мы можем непосредственно уже сосредоточиться на написании, на реализации алгоритма самой задачи. На этом я доклад завершаю. Всем спасибо за внимание. Попросы есть, Игорь? Если случилась какая-то ошибка и нам нужно как-то обработать ее, на все какие-то встроенные средства, которые позволяют лучше проводить? Ну, насколько я знаю, в Symfony, по-моему, есть фаз, который позволяет… Ну, вот он называется WebDebugger, по-моему, там есть такая возможность. То есть если у нас какая-то происходит в коде «Фатальная ошибка», то мы получим это сообщение. Вот. И также мы его, кстати, можем отправить на почту. Ещё есть вопросы? Тогда всем спасибо. Спасибо.